скажи всем привет всем привет мы бежим поликлинику другую на папа мы припарковались детской больнице и теперь нам где-то нужно 36 минут 6 евро час если бы мы там припарковались и мы решили пойти пешком это всего лишь 36 минут время у нас позволяет поэтому мы идем бежим уже бежим пешком а элиас у нас утомился спит маленький так рано проснулся что для него это уже обед можно сказать время 11 вот такой трамвай поехал это город есть мы как туристы в городе хельсинки разве нет папа мы сюда не так часто приезжаем именно по улице походить в основном только в больницу и обычно на машине туда-назад то и в парк ходили да тоже мы идем сейчас по улице которая самая-самая длинная улица в городе хельсинки да точно только но мы не пойдем самый конец нам всего-то полчаса прогуляться погода хорошая детки одеты папа а папе так тепло папа бежит папе тепло да лукас вот такая стоянка здесь обычно много велосипедов и много самокатов сейчас вот только два работает заряжаются они это я так понимаю для самокатов от солнечной батареи и система платежа тут либо по карточке которые покупают люди ездить на троллейбусе трамвае автобусе либо можно загрузить даже вот тут про велосипед в основном а вот с этими самокатами с ними такая система что берешь загружаешь программу программу вот там самокат я вижу тоже оставлен просто так вот аж через дорогу загружаешь телефон программу с подсоединяешь банковской карточки и снимаются деньги за километры которые проедет человек а также время то есть там и километр и время стоит вот прямо так самокаты оставляют поехали куда им надо и оставляют ну не знаю повезет коляску такой вот даже так оставляют самокаты и здесь самокат просто оставили их можно в любом месте оставлять где тебе удобно и разные фирмы у них это жилой дом здесь на первом этаже кафе и такой вот коридор соединяет с другим зданием очень интересно прозрачный коридор но вроде обычный жилой дом может тоже какие-то помещения сдаются в аренду на первом этаже а вот этот переход нам очень понравился в херстенке почти на всех почти во всех домах первые этажи сдаются в аренду под офисы или какие-то кафешки мы как будто бы в своем городе в своем районе в эстонии мустаная такой дом у нас тоже есть папа чё ты так тупаешь папе непривычно идти до папа многовато расстояние пора спортом заниматься уже похудел видишь пошли кушать ну вот мы пришли это вот это здание мы сюда пришли на консультацию по поводу больничной кровати для лукаса у нас будет обучение нас научатся как ею пользоваться и тогда уже доставят нам домой маленькая кровать уже лукасу маленькая пробовали мы обычную кровать к сожалению пока никак ему становится плохо ему обязательно нужен подъем вот в обычной кровати это невозможно организовать так чтобы безопасно чтобы он не упал у нас еще есть время но мы немножко подождем и тогда поедем вертолет летит не знаю видно нет звук слышно луна вот она ты слишком приблизил точнее ты приблизил но не туда куда надо вот она луна вот так вот а и нас у нас все замечает молодец ты такой довольный да кто увидел ну ты увидел первым да ну все мы сходили на детки кровать будем теперь ждать еще пойдет время сперва пойдем по лицу узнать ну мы сейчас еще до пошлем пошлем сообщение вот так в больнице было у нас еще один лукас забрался в коляску аэля всю дорогу проспал и теперь готов идти пешком да у тебя много сил эти автобусы подлиннее чем наши удлиненные автобусы это подземный переход здесь за подземный не знаю подземный переход или что потому что здесь и наземный переход есть это куда-то идет дорога может быть парковка ничего не написано то есть а что это а подземный туннель потому что я смотрю что здесь вот этот переход есть на светофорами поэтому это точно не переход но не все такие автобусы вот это обычный автобус такой же как и у нас ездит с одним колесом сзади улетит с двумя колесами сзади четыре колеса и шесть да не четырьмя вот как у нас а я даже сразу не поняла что тот автобус удлиненный нажимать ничего не надо само будет зеленым вот пойдем теперь больницы назад к нашей машине смотрите здесь дикие яблочки маленькие дикие яблочки ну вот совсем у дороги вот так вот идем и маленькие яблочки для птичек да это для птичек уж всяко их никто не кушает и прям несколько яблонь давно уже посажены и столбы защищены от животных чтобы не кушали и там тоже дальше яблочки вот еще здесь две три яблони на одной яблони прям очень очень много плодов было на этих поменьше кажется и шиповник да красивый уже тоже созрел готов уже урожай там рябина для птичек да птички будут кушать рябину ты нет конечно это дубы посажены красиво бабочка 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 полетела и лес увидел бабочку спряталась бабочка за камушкой выше полетела да и лес бабочку увидел пока пока бабочка там две бабочки да ты нашел бабочку сегодня сегодня стало теплее прямо теплый солнечный день ой ой наш папа уже далеко ушел трамвай элиас теперь каждому трамвае удивляется да а еще какие машинки мы видели какие мы еще машинки видели скорую помощь видели да трамваи едут все машинки можно увидеть здесь мы увидели еще один вертолет полетел это медицинский вертолет полетел в больницу вот какое там интересное дерево наверное все в декоративном винограде очень интересно элиас обратил внимание я даже не сразу сообразила на что он мне показывает очень красивое своеобразное дерево полностью в диком винограде молодые сосенки посажены трамвай опять поехал да бургер кинг это лаборатория здание лаборатории которое тоже относится к больнице я сюда ходила кровь сдавать тогда еще беременная была там уже женская консультация больница и за тем поворотом уже будет детская больница мы почти пришли да детки элиас устал хочет сесть ну так много ты прошел элиас молодец не зря поспал всю дорогу ух почти всю дорогу шел пешком умничка да ну а лукав всю дорогу ехал да ты уставший время такое что уже наверное спать хотят от солнышка поворачивали коляску сейчас другую тоже развернем и скоро будем уже в больнице я я мы что вы смеялись расскажите маме что вам было так смешно а расскажите маме что вы увидели вот это вот это ну мы уже проехали хорошо спрятались от солнышка хорошая погодка радует такая погодка солнечная ну что это уже мы уже подходим да уже видно больницу видно прогулялись да они видят уже где больница вот больница пришли очень хорошо прогулялись мы правильно сделали да что мы оставили машину и прогулялись было было правда папа у нас получилось и визит врачу и прогулка с детками очень очень полезно километров полтора точно прошел если не больше но всю дорогу он только что сел недавно так что погуляли очень хорошо Элиас нарисовал рыбку Лукас тоже нарисовал рыбку Лукас уже успел отправить да вот в такой вот аквариум да теперь Элиас 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 давно уже свою рыбку не отправлял да все появилась Зайка где она вот она какая красивая да ты видишь где она плавает сейчас Зайка вот она плавает красивая сейчас Зайка пойдем красивая сделай еще одну чтобы ей не было скучно будет тогда две таких рыбки красивых да нажимай видел да теперь их две теперь им точно не будет скучно да вот они поплыли там пока пока да да а мы пойдем покормим Элиаса и Элиас будет кушать да покушаешь да мама тебе взяла пудинг покушаешь пудинг да и покормим кого покормим Лукаса покормим тогда мы еще немножко порисуем и поедем домой точнее поедем сразу за Никласом в садик да да как это называется морг нет это не картины а как это витрины да витрины вот такие вот витрины две со старыми памятными вещами сколько кубиков мы в прошлый раз разглядывали с Лукасом и марки а вот на марки я внимания не обратила тоже старого образца разных годов а здесь испанская греческая сериге нету годов да просто те кто собирает марки это точно знают тут есть это какой году книжка математики часы ходят нет нет не ходят конечно это бумажная нет наверху это не бумажная пуговички а в другом мне понравились такие вот ножнички с красивой формы павлин или птица очень классно придумали книжка по творчеству и что тут еще тоже какие-то элементы о из проволоки велосипед классно ножик это же ножик такой да спрятан лапти механизм часов скорее всего разобраны иголочки да вот здесь вот сколько иголочек да интересно перчатки красивые это как брелок наверное на порожденные перчатки что ли а это вот так книжка творчества ну вот и все покушали Лукас покушал Элиас покушал да время уже почти 3 часа поедем за Никласом в садик всем пожелаем здоровья счастья удачи хорошего настроения берегите себя и своих близких всем пока 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 Лукас устал и я и ты устал все устали всем пока пока убираем давай давай быстрее папа разбор коляски чтоб влезло хорошо что эти отщелкиваются да папа и теперь самое главное рама все поместилось да смотри что владеет поместилось да смотри что владеет и поместилось они уже за рулем похоже мы с папой поедем на задних сиденьях а вы будете рулить да Лукас ты будешь за рулем нет а кто поведет машину папа папа поведет я вот там ты вот здесь будешь сидеть он показывает я вот здесь буду сидеть ну хорошо ты уснул по дороге когда мы сюда ехали назад ты точно спать не будешь да Лукас будет спать Лукас наверное уснет Лукас очень уставший да Лукас здесь 30 км в час и утром здесь была камера машина которой камера спрятана и многие именно попадаются делают фотографии в таком вот месте потом приходит штраф домой утром был так что еще задняя машина там сигналила пи 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 нам навстречу ехали две машины и задняя машина еще была недовольна что впереди машина снизила скорость до 30 км в час видимо камеры увидела в машине а другая начала сигналить и фарами мигала тоже ага здесь стройка поэтому ограничение скорости до 30 км в час больница скоро уже будет готова это для взрослых новая часть будет большой комплекс больниц и и и и